И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, и мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку, как Сити Скайлайт. Ну и в принципе, как я люблю это говорить, за кадром произошли кое-какие изменения. Как вы можете наблюдать у себя на экранах, рельеф нашего города самую малость изменился. В частности, можем видеть слияние двух этих рек прошло чуть подальше от нашего основного города. Это нам нужно было непосредственно для того, чтобы наш город организовал идеально ровный круг, с которым мы будем сегодня и работать. В принципе, это не заняло каких-то больших усилий, и в принципе, пару часов работы с ландшафтом сделали свое дело. Ну и благодаря тому, что здесь было убито гораздо большое количество времени, мы можем видеть с вами то, что все потребности нашего города, в принципе, более-менее в равновесии. И сейчас я хотел бы уточнить, что у нас какие есть про городу проблемы, и мы уже будем непосредственно с вами заниматься строительством. Так, ну что ж, в принципе, я разместил здесь парочку пожарных депо, потому что пожарная безопасность у нас была на каком-то маленьком уровне. И теперь мы с вами продолжаем непосредственно застройку. И начать я планирую вот с этого нашего райончика, на котором мы остановились в прошлой нашей серии. Я думаю, что тут, в принципе, уже мной было показано все, что возможно, буквально в этой застройке. Ну а здесь же я хочу выразить небольшой лесопарк. Просто вот так вот в рандомном порядке натыкать немножечко елочек, и это уже более-менее эстетичненько смотрится, и нету такого большого шумового фона для наших жителей. Кстати, как я полежу, у нас уже вот этот вот райончик является райончиком с европейским стилем, и вот такие вот классненькие и миленькие дома у нас здесь состраиваются. Главное не забыть соблюсти баланс между европейским стилем и современным, чтобы это все более-менее эргономично смотрелось. Пока я тут все равно занимаюсь, я забыл сказать небольшую такую вещь, то что я все-таки выполнил ачивки, которые требуют у нас непосредственно от этих вот культурных заведений. Например, я выполнил это заполнение свалки полностью и заполнение непосредственно дорог, и теперь мне доступен ледяной отель, то есть это получается финальное наше увеселительное заведение, которое мы можем где-нибудь разместить. Давайте скажем, где-нибудь вот здесь, вот все равно тут шум возле него гигантский. Вот здесь, мне кажется, оно подойдет больше, потому что здесь все-таки есть у нас конечная станция, и люди, которые приезжают сюда, временно разместятся, допустим, в нашем отеле, и это выглядит более-менее логично. Ну и таким образом я продолжаю непосредственно застройку этого района, и я погляжу то, что в принципе у нас здесь всего и вся хватает, и мы здесь не сможем разместить больше коммерции. И поэтому мне придется заполнять наш новый непосредственно райончик. Например, давайте заполнять вот этот вот район. Ну и я примерно тут набросал разметочку, как это все будет выглядеть, и мы с вами наблюдаем первую нашу проблему, это горожане болеют. И вот этот вот значок символизирует о том, что они болеют непосредственно из-за шума. А шум непосредственно нам нужно посмотреть, из-за чего здесь идет. Шум у нас идет большая часть из-за коммерции, которая размещена непосредственно рядом с нашими домами. Ну ничего лучше я здесь не придумаю, как вот таким вот образом разместить здесь вот такие вот улучшенные получается скверы с деревьями непосредственно, которые будут большую часть шума брать на себя, и посмотрим, как это все будет работать у нас. Если же это не поможет, то придется вот эти вот дома здесь нести. Вообще не мешало бы здесь побольше дорог вот таких вот заменить, тем более что смотрятся они более эстетично и красиво. То есть вот эти вот деревья, которые здесь у нас находятся непосредственно под домами, выглядят очень мило. Посмотрите, здесь чисто французский флаг здесь. Ну неплохо, почему бы и нет. Город в большей степени современный, но тут европейский флаг. Ладно, я думаю то, что со временем вот здесь вот этот значок пропадет, если не пропадет, то вот этот вот сквер я тоже сейчас буду замечать непосредственно с деревьями. А вот то, что здесь вот является небольшое шумовое загрязнение, для меня на самом деле загадка, и почему здесь так происходит? Потому что недалеко от метро находится. Это просто небольшая проблема с планировкой была, но ничего страшного, мы просто восносим и строим здесь непосредственно вот такие вот деловые наши зоны. Кстати, все, в принципе наши люди перестали жаловаться на излишнее шумовое загрязнение. Я просто здесь заменил большую часть дорог на непосредственно дороги с деревьями. У нас сейчас большая потребность непосредственно в коммерции самой. Ну и как я говорил, давайте вокруг нашего непосредственно вот этого увеселительного заведения, здесь будем размещать сейчас непосредственно коммерцию с вами. Потому что здесь вариантов немного, здесь либо размещать коммерцию, либо размещать непосредственно деловые зоны Но деловые зоны размещать с парком как-то не особо классно, поэтому здесь просто размещаем вот такие вот непосредственно наши коммерческие места И дорогу непосредственно здесь опять-таки делаем вот такую вот нашу улучшенную И также, раз пошла такая пьянка, я вот эти вот дороги наши тоже заменю на более улучшенные и с более большим количеством деревьев И главное, чтобы по шуму сейчас у нас все эта ситуация стала меньше Хотя я посмотрю то, что вот это вот с новогодней елки шума не так много, как говорила сама она. Ну ладно, ничего страшного. И вот с этого нашего отеля тоже немного шума. Шум как бы есть, но его какие-то крохи доходят сюда. Как-то я очень сильно резко перешел с вот этого вот квадрата на вот этот вот. Но ничего страшного, как бы нам заполнять их все надо, и все заполнять их надо как-то постепенно. Ну ничего страшного, если мы начнем с этого. То есть просто жилые зоны я пока здесь размещаю, тем более в них большая потребность. А также я кстати вижу у нас потребность в нашей коммерции, достаточно большую, опять-таки. На удивление причем, мое. Ну ладно, ничего страшного, это мы можем решить просто банально где-нибудь в другом месте разместив коммерцию. Опять-таки вот здесь вот, вот в этом нашем районе, тем более что здесь будет шумовой фон какой-то невероятный гигантский. А в принципе вот здесь вот можно было бы разместить небольшие такие деловые наши зоны. Ну действительно, почему бы нет. И неплохо было бы здесь вот, скажем, вдоль дороги разместить вот такие вот маленькие магазинчики. Я разместил вот здесь вот у нас небольшой такой перекресточек, который позволит нашим жителям непосредственно не рисковать своими жизнями и переходить непосредственно под ним. Также я немножечко здесь изменил разметочку, как в принципе и везде в таких вот местах. То, что с крайних полос они могут поворачивать только налево или направо, а по остальным полосам они могут проезжать непосредственно прямо, как им и нужно было бы. И теперь мне придется немножечко снова подождать, пока у нас все наладится. А также я вижу здесь такие вот небольшие блямбы, которые говорят нам о том, что здесь высокий уровень преступности, на мое удивление. Хотя как бы полицейский участок тут должен быть где-то недалеко. А, он достаточно далеко, но ничего страшного. Давайте тогда вот здесь вот разметим непосредственно полицейский участок, который будет регулировать здесь наши непосредственно правовые отношения. Все, надеюсь, что проблема с преступностью здесь рано или поздно урегулируется. Кстати, я не вижу больших таких отличий, вот допустим, вот этого домика от вот этого домика. Хотя, казалось бы, вот это вот, типа, деловой центр. А вот это вот, это и если я все правильно помню, то обычный, да, жилой домик. Допустим, ну ничего страшного. А вот здесь вот давайте разместим непосредственно наши жилые места. Только с учетом того, что здесь будут расти небольшие такие деревья, которые будут защищать наших жителей от непосредственно близости к шоссе. Надеюсь, что это нам поможет хотя бы как-то. Надеюсь, теперь отсюда трупик наш смогут завести и сжечь. Кстати, если я правильно все понимаю, то вот этот вот высокий спрос непосредственно в коммерции обуславливается непосредственно тем, что у нас сейчас в город гигантский поток туристов непосредственно прибегает. Вот она, наша туристическая карта. И показатель города, привлекательность города достаточно большая. Привлекательность города 52%. Благосостояние туристов у нас достаточно низкое. Потому что, скорее всего, нету туристических маршрутов. Можно, в принципе, было бы этим заняться, почему бы и нет. Но это чуточку попозже. К сожалению, у меня тут опять горожане болеют. Несмотря на то, что, казалось бы, вот эта вот дорога тоже размещена на более такую шумостойку. Вот эта вот дорога тоже шумостойкая. И вот здесь вот место тоже шумостойка. Единственный вариант, который мне приходит в голову, непосредственно здесь вот побольше разместить деревьев. Но вряд ли это вообще поможет мне. И вот здесь вот во дворах тоже. Это повлияет как-то на наш шум? Не сказать, чтобы много, но достаточно, кстати, шумовое загрязнение на нас задерживает. Кстати, достаточно. Давайте еще попробуем посадить парочку деревьев. Да, немножечко тупо. Здесь вот нагромождение такое. Но зато тут, в принципе, выглядит как небольшая лесополоса. Почему бы и нет? Пусть стоит. Это максимум, ребят, который я смогу вам сдержать шума. Если вы все-таки дальше будете таким образом припираться, то я просто вас здесь не несу. Не судите меня строго. И я вижу то, что у нас гигантская потребность, в принципе, в жилых остальных местах. Давайте их заселять. Вот такой вот кустарничек я здесь разместил. Непосредственно размещаю здесь вот такие вот наши жилые зоны. Тем более, что в них гигантская какая-то у нас потребность имеется. Кстати, 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 у меня есть еще одна небольшая такая идейка. Сейчас попробуем ее резовать. Здесь же у нас пешеходные такие дороги были. А если мы эти пешеходные дороги заменим на непосредственно парковые дороги с деревьями, сможет ли эта штука у нас получается снизить шумовое загрязнение наше? Поглядите-ка, вот эти дома перестали жаловаться на излишнее количество шума. Супер. Это мне нравится. К сожалению, мы, видимо, из-за этого потеряем немножечко в их уровне. Но ничего страшного. Я думаю, что рано или поздно это все у нас образумится. Нам, кстати, не нужно забывать о непосредственно школах, которые здесь размещать, было бы очень важным решением. Две начальные школы в непосредственно жилых районах, недалеко от хоккейной арены, непосредственно наша высшая школа. И все дороги, которые непосредственно возле нашей этой арены, я хочу заменить на непосредственно с деревьями дороги. И хочу посмотреть, как это все повлияет на наш шум. Ну, шума от нее, конкретно от нее, очень мало. Супер. В принципе, это то, чего я и добивался. И получается, я здесь, если все правильно понимаю, могу размещать непосредственно вот эти вот наши магазинчики. И чтобы весь шум от наших магазинчиков не доходил до нашей жилой зоны, я ограживаю все непосредственно гигантским слоем наших деревьев. Здесь, к сожалению, мне придется размещать что-нибудь, кроме непосредственно жилых зон. Потому что жилые зоны непосредственно рядом с шумом, это очень всегда плохо, как мы уже это выяснили с вами. Ладно, ничего страшного, и мы можем тогда планомерно переходить к вот этому нашему району и заполнениями его. Он у нас получается европейский и развлекательный, и поэтому я думаю, что его заполнение будет как минимум очень веселым. К сожалению, мне приходится размещать дороги непосредственно и близости от нашего шоссе. Но я думаю, что размещение деревьев и непосредственно вот таких вот бортиков благотворно повлияет на непосредственно наши вот эти вот жилые места и не создает больших проблем. Ладно, продолжаем строительство. Начал застраивать я вот этот вот наш райончик. Как минимум я разметил здесь зоны, по которым он дальше будет здесь заполняться. И давайте сейчас непосредственно посмотрим на наш общественный транспорт. И мне в принципе нравится то, что в нашем метро ездит 3000 человек. На наших трамваях едет непосредственно 78 и 281. Непосредственно разница такая обузловлена тем, что зеленая ветка расположена, где непосредственно живут наши люди, а синие где не живут, как ни странно. Поэтому мы пока имеем вот такой вот непосредственно наш расклад. Хотел бы я посмотреть, хватает ли нам трамваев на данном этапе, чтобы перевозить все количество людей, которые у нас сейчас есть. Ну, думаю, да. Посмотрите, они ездят почти пустые. И это очень хорошо. Люди у нас практически не ждут. И большая часть поездок на автомобиле у нас сэкономлена. А на метро у нас, если посмотреть. Большая часть поездов, кстати, у нас забита на метро. Так что я думаю, еще два транспорта добавить будет здесь не лишним. Чтобы они просто приезжали и без буквально ожидания поступали сюда. Потому что если я сейчас погляжу, то вот поезд приехал. Уехал и сразу же приезжает второй. Да, все супер у нас. И рано или поздно, я думаю, здесь все выровнится. Возможно, я чего-то не понимаю, но... Здесь у меня значок. Гаража не болеют. Казалось бы, шума здесь нет. Загрязнения здесь нет. Непосредственно поликлиника находится вот прямо вот у них под боком. А, они болеют. Поликлиника не заполненная. То есть, тут находится 0 пациентов, но они болеют. Непонятно вообще. И еще момент. Непонятно, почему вот эти вот все, получается, наши перерабатывающие заводы достают до всего нашего города, кроме вот этого здания. И они сюда очень упорно не хотят приезжать. Почему-то только в это здание. Может быть, они здесь развернуться не могут. Давайте вот так вот сделаем им. Чтобы они могли здесь и развернуться. В чем проблема-то, собственно. То есть, они могут вот здесь вот развернуться. Хотя, они и здесь могли бы развернуться. Ну, неважно. Это очень странно. Мне бы очень интересно было бы посмотреть на здания коммерции в европейском стиле. Которые непосредственно заточены на развлечения. Что это такое? Попсода. 5АМ. Это типа клуб, я понял, да? Супер. Это тоже клубы у нас. Правда, на тип-то ничего страшного. О, новенькое здание. Флекс. Жим. А, это типа спортивный зал, окей. А это что такое? Борнад Бин. Кофе. Это типа тоже клубы, я так понимаю. Ну, ладно, ничего страшного. Допустим, что так и надо. Я переделал сейчас полностью. Получается у нас ветку метро. И теперь она выглядит полностью завершенной. И получается то, что у нас метро, это один-единственный круг вокруг нашего всего города. Ветку метро, которую непосредственно в центре города я пока не трогал. И ей заняться надо будет чуточку попозже. И здесь нужно будет ее кардинально менять и перестраивать. И пока я даже не представляю, что она из себя будет представлять. Возможно, это такой небольшой аппендикс, который будет вот таким вот образом здесь ходить. Потому что выход вот сюда вот не нужен, так как здесь у нас находятся трамвайчики. И получается мне нужно пустить метро теперь в обратном направлении. Для того, чтобы людям было удобно и туда, и сюда ходить. Завершаем маршрут. Делаем его, скажем, давайте, оранжевым. Все получается у нас обе линии созданы. И посмотрим. Вообще на эту идею меня надоумнила та мысль, что с трафиком у нас не все так гладко. А именно большой затор у нас происходит непосредственно вот здесь. Вот мы можем посмотреть то, что большая часть этого затора это машины, которые вот отсюда. Вот отсюда. То есть со всего нашего города хотят попасть вот сюда. То есть непосредственно на вот эту вот нашу конечную станцию. Они могли бы не попадать сюда, если бы у нас было бы здесь нормальное метро, которое сейчас я построил. И сейчас должно пройти какое-то время для того, чтобы оно нормально нас ходило. А пока мы с вами продолжаем непосредственно застраивать все остальные районы нашего городишка. Кстати, тем временем у нас вот этот вот райончик уже полностью заполнился. Мне не нравится то, что тут деловых зон крайне малое количество. Но мы ничего с этим поделать не можем, потому что потребности у нас особо в деловых зонах нету. Ну ладно, это не я решаю непосредственно сам город. Что ж, вот этот вот райончик у нас тоже полностью получается заполнился удачно. И мне ничего не остается, кроме как заполнять вот эти вот наши квадратики, получается. И возможно вот эти вот тоже два будут заполнены успешно сейчас. А также я наблюдаю такую небольшую картину, то что с деньгами у меня тоже не все хорошо, к сожалению. И у меня есть несколько вариантов решения данной проблемы. И один из этих вариантов это опять-таки размышление вот такой вот нашей промышленной зоны. Но так как у нас сейчас малая потребность в этих промышленных зонах, думаю с этим повременить. И вот здесь что я думаю можно было бы разместить горнорудную промышленность. Но так как у нас непосредственно малая потребность в промышленных зонах, мы этого сделать сейчас не можем. Но впоследствии я думаю это было бы неплохо. Также здесь можно было бы разместить в принципе вот такой же порт. Только еще с пересадкой непосредственно на ЖД. И мы сможем получается экспортировать весь выкопанный уголь и переработанный уголь. Впосредственно сразу на ЖД и отправлять его сразу же куда нам нужно. А кстати вот и минус наших деревьев. Несмотря на то что мы находимся получается в зимнем биоме, пожар для нас это обыденное дело. И несмотря на то что в принципе пожарное ДП у нас должно хватать. И вот эти все деревья у нас тем не менее вспыхивают как спичечка большая. Я тут летал по городу и нашел такие вот маленькие классные домики. Это получается деловые зоны и они очень классно выглядят. Прям невероятно классно. И парковочка получается и само здание. В отличие от вот таких вот гигантских наверное сооружений. И вмещают они малое количество работников. Безмерно малое количество работников. Мне кажется на них не работает даже модификация вот эта вот которая на реалистичную популяцию. Получается такая ситуация то что когда я летаю и строю и заполняю получается вот эти дома. Я постоянно отвлекаюсь на вот эти вот белые пятна и думаю то что вот здесь можно что-то разместить. И посмотрите как выглядит вот этот наш район. И получается я постоянно отвлекаюсь на вот эту вот хоккейную арену которая стоит у нас буквально в центре. И постоянно на ее крышу я отвлекаюсь и смотрю и думаю блин тут же белое место. Да нет это просто крыша нашей хоккейной арены. Почему ты мне постоянно мозолишь глаза хоккейная арена а? Тем временем я просто продолжаю тут тупо заполнять. Как бы не особо что информативного тут происходит и комментировать особо тут нечего. Поэтому я просто заполняю тут райончики. Тем более что вы неоднократно могли видеть как я это делаю. И у меня и возможно у кого-то другого. Так что я думаю что в различных комментариях это все не нуждается. Единственное что стоит сказать я все-таки доделал здесь мосты. Таким образом что вот этот вот наш мост идет получается вот из этого района вот сюда. А вот этот мост из этого района вот сюда. Я надеюсь что это не создало гигантских пробок. Я надеюсь что это все у нас будет планомерно и хорошечно. Тем временем я продолжаю мониторить ситуацию непосредственно с нашими метропоездами. И получается у нас такая ситуация то что изначально не было здесь необходимых транспортов на линии. Сейчас я отсюда назначил транспорты и жду необходимой ситуации. И жду непосредственно выравнивание количества поездов на этих маршрутах. И смотрю и мониторю что у нас из этого получится. Пока мы продолжаем набирать количество людей в неделю. Служиваем их здесь непосредственно этими поездами. Также я думал у нас непосредственно над размещением еще одного парка. И получается у меня по итогу вот такие вот райончики. Европейского стиля именно вот эти вот три райончика как я и говорил. Размещено это в зоне вот этой вот нашей получается. И выглядит это именно вот таким вот образом. Получилось у меня так что большую часть людей просила именно непосредственно коммерции. Ну а выглядит этот райончик непосредственно вот таким вот образом. Это выглядит даже больше как не европейский стиль. А как старая застройка. Как будто это был у нас изначальный город с вами. А все что остальное это получается то что построилось после него. И расстройка нашего получается вот этого городка. Ладно ничего страшного мы с вами имеем вот эти вот еще два квадратика которые мы с вами можем застраивать. Непосредственно вот эти вот квадратики которые остаются по прежнему у нас не застроенными. А также я забыл с вами успешно про вот этот вот квадратик. Который к сожалению я здесь не застроил. Хотя надо бы. Ну ладно давайте делать это раз. Я про него забыл успешно. Более-менее вот этот райончик получается у нас разметил. Снежную свалку можно отсюда успешно соносить. Тем более что для ачивки она нам больше не нужна. И осталось только разместить непосредственно дома в этой зоне. Я очень надеюсь что здесь пробок опять-таки не будет. И мы с вами продолжаем ждать когда наш город придет в экономическое равновесие. Но думаю то что я буду делать это у нас непосредственно за кадром. Ну и непосредственно я буду продолжать ждать когда наш город придет в стабильное равновесие. Непосредственно уже и за кадром. К сожалению вот такая вот постройка города без лишних укрутасов тратит гигантское количество времени. И ничего интересного на самом деле не происходит. Что я мог бы вам показать. Просто размещаю новые зоны, просто делаю все под копирку. Буквально Ctrl-C, Ctrl-V без лишних таких вот интересных инженерных решений или чего-то прочего. И именно поэтому я думаю то что большая часть этой застройки останется непосредственно у нас за кадром. А как только будет что-то интересное я обязательно вам покажу. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok